Всем большой привет, друзья! Меня зовут Фил, это Честный Блог. Мы выехали из студии на улицу, чтобы рассказать вам про телефон, который в последнее время наделал очень много шума. И мне кажется, он наделал шума больше, чем Galaxy S9. Потому что, ну, с S9 и так все понятно, да, что там. Да, в общем-то, посмотрите мой обзор S9, как я им немножко был недоволен. Я говорю про Huawei, потому что компания Huawei в этом году представила телефон под названием Huawei P20. И это телефон, который, вот, он наделал много шума. Мало того, что это не Pro-версия, да, то есть, вы знаете, существует три версии. Это версия Lite, версия обычная P20 и версия P20 Pro с тремя камерами. Версии с тремя камерами у меня пока нет. Я надеюсь, что она у меня появится, но у меня есть версия P20, она не хуже. И я хочу вам рассказать о них. Естественно, это не обзор, да, то есть, обзоры вы можете посмотреть на других каналах. Я вам хочу рассказать опыт использования. То есть, вот вы телефон купите и начнете им пользоваться. Начнут вырезать всякие разные моменты, о которых, с которыми я столкнулся. И я хочу вам о них рассказать. Понятное дело, что после презентации мы видели все эти фотографии, а потом посмотрели обзоры ребят, у которых первых появился P20. Все такие, вау, 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 какие классные фотографии. Вилсакомы, все розетки, все ребята говорят, как здорово телефон фотографирует ночью, как он фотографирует днем и так далее. И когда вот такой шквал информации на тебя обрушивается, ты думаешь, блин, ну неужели все прямо вот так очень круто? И начинаешь еще больше изучать этот вопрос и ждешь, пока телефон окажется у тебя в руках. Давайте поговорим про него. Очень красивый стеклянный корпус сзади. Я могу сказать, что, ну, вроде как, не царапающийся. Я им пользовался, но он просто, вот видите, без чехла. И он у меня не поцарапался. Спереди все тоже очень хорошо. Я вот недавно Mate 10 тестировал, там тоже все было очень хорошо. И спереди, и сзади не царапается телефон. И несмотря на то, что сзади стекло, в любом случае нет беспроводной зарядки. Почему Huawei не вставляют беспроводную зарядку, пока не очень понятно. Я не могу сказать, что это супер важный аксессуар. Но когда есть у других, и даже уже есть у 10-го айфона, то Huawei, come on, давайте завозите нам беспроводную зарядку. Так же, как и в Mate 10, неясно, какое защитное стекло сверху здесь находится. Потому что это не Gorilla Glass 5, по крайней мере, об этом, наверное, писали бы. Информации об этом нет. Но телефон отличный. По бокам, ну, телефон хорошо лежит в руке, понятное дело. Он очень похож по форм-фактору на 10 айфон. У меня, кстати, был где-то 10 айфон. О, 10 айфон. Он очень похож на 10 айфон. Немножечко, только он побольше, но айфон немножечко потолще. Такая же сталь по бокам. В целом, понятное дело, да? Камера. Ну, хотелось бы, наверное, знаете, понять, вот о чем думает производитель, когда они выпускают свой флагман, который визуально будет очень похож на другой флагман. И вот они стоят и ссорятся. Знаете, это, как всегда, маркетологи говорят, нам надо как айфон, а дизайнеры говорят, нет, нельзя делать как айфон. А другие говорят, нет, нам нужны крутые продажи. А эти говорят, нет, не надо. Короче, вот эта борьба, ну, побеждают в итоге, видимо, в данном случае маркетологи, да, потому что есть как и вот эта челочка, о которой все говорят, так и вот сзади, ну, очень похожа на айфон. Челка. Челка меня не сильно волнует. Вот честно могу сказать, что и на айфоне она меня не сильно волнует, и здесь она меня не сильно волнует. Вы знаете, что есть возможность убрать эту челку программным путем, зайдя просто в настройки и выбрав соответствующий пункт, чтобы раз этой челки не было. По большому счету, когда она есть и когда ее нет, ничего не меняется. Единственный важный момент в том, что не все приложения адаптированы под челку. То есть, если открыть, например, самое распространенное приложение под названием Instagram, кстати, вот иногда телефон подвисает. Мне кажется, что надо дождаться пару апдейтов, потому что вот сейчас он подвисает, подвис, Instagram не загрузился. Да, Instagram. Короче, с Instagram P20 не дружит. Он не дружит и в плане челки, он и не дружит в плане... Значит, дизайн Instagram не адаптирован под P20, поэтому элементы заезжают на... Не скажешь, что это, опять же, проблема, но недоработка. Это точно наверняка все-таки Huawei договорятся с Instagram, и они сделают интеграцию приложения в этот телефон. Ну и есть другие, соответственно, приложения, которые тоже не адаптированы под вот этот вырез на P20. Забавно выглядит разговорный динамик, потому что он выглядит не как у всех телефонов полосочка, он выглядит таким кружочком, сделали его. Звучит он нормально. Единственное, могу сказать, что для того, чтобы попадать в этот динамик, ухо всегда нужно немножко подстраивать. То есть, я могу точно сказать, что обычно, когда ты берешь телефон и прикладываешь его, то в целом ты сразу слышишь собеседника. На P20 очень часто бывает так, что ты прикладываешь телефон и слышишь, что он где-то там чуть-чуть далеко, и нужно немножко подвинуть, чтобы вот эта дырочка попала тебе в ухо. Наверное, это такой небольшой нюанс, но сделали его, видимо, для того, чтобы с дизайнерской точки зрения было здесь вот такие две дырочки. Одна для фронтальной камеры, которая, кстати, на 24 мегапикселя, ну и для того, чтобы все это выглядело красиво. Кстати, камера на 24 мегапикселя снимает очень-очень неплохо. В целом я вам потом покажу фотографии, но мне неоднократно в инстаграме писали, ой, дружище, на что ты там снимаешь, хорошо все выглядит. Короче, вот эта монобровь, она не сильно раздражает, это факт. Если вы за это волнуетесь, не волнуйтесь. Очень удобно, что есть сканер отпечатков пальцев здесь, который работает очень-очень быстро. Мало того, здесь еще есть Face Unlock, то есть разблокировка по лицу, которая тоже работает очень быстро. То есть, если у вас телефон лежит вот так вот в заблокированном виде, вы просто его берете, и он уже разблокировался. Не надо проводить никаких свайпов, ничего не надо делать. В темноте он тоже работает, может быть, не так хорошо, как на айфоне, но в целом, когда ты подосишь его к лицу, лицо немножко освещается, и бац, он разблокируется. Поэтому в целом эта технология все больше и больше оттачивается, все больше производители ее используют, и она работает. Вау! Вот так вот берешь телефон, раз, все, он уже разблокировался. То есть прошло буквально там вот секунду с момента того, как ты взял, и это удобно. Я так понимаю, что существует всего лишь одна версия 4 гигабайта оперативной памяти и 128 встроенной. Я бы сказал, что 4 гигабайта памяти не справляются с приложениями, то есть они перезагружаются. Готовьтесь к тому, что вы, если зашли в Инстаграм, начали писать текст какой-то, потом вам кто-то позвонил, потом вы зашли, предположим, смс-ки написать и зашли вдруг еще в браузер, то потом, когда вы вернетесь в Инстаграм, готовьтесь к тому, что весь текст, который вы написали, и фотка, которую вы закинули, они пропадут. То есть Инстаграм перезагрузится. Это вообще самая страшная вещь, которая существует, перезагружающийся Инстаграм. Поэтому, друзья, есть два варианта. Либо вы лочите Инстаграм, то есть вы здесь ставите вот такой значок, замочек, чтобы Инстаграм не пропадал из памяти, что в принципе решает вопрос. Либо просто на самом деле гораздо лучше сообщения набирать в каком-нибудь Google Кипе, например, чтобы они точно никуда не провалились, ничего с ними не случилось. Это просто личная моя рекомендация для вас. Но факт остается фактом. Приложения перезагружаются, сайты перезагружаются. Это немножечко травмирует психику и, ну, представляете, да? Ты сидел, что-то делал, делал, бац, перезагрузилась. Печаль. Давайте проверим скорость работы этих двух телефонов. Мы, естественно, все удаляем из памяти. И начинаем традиционно с Инстаграм. Вконтакте. Телеграм. Плей Маркет. Ютуб. Ну, а теперь давайте поговорим про многозадачность и посмотрим, насколько телефон держит приложение в памяти и не перезагружается. Сравниваем, опять же, его с Galaxy S9. У них, кстати, у обоих по 4 гигабайта оперативной памяти, так что получится ровное сравнение. Возвращаем Инстаграм. Возвращаем Ютубчик. Это Google карты. Вконтакте. Вы знаете, кстати, любят спрашивать по поводу, лагает ли телефон или нет. Нет. Телефон не лагает, по крайней мере, в моем представлении. Я здесь не вижу никаких лагов. Единственное, еще раз скажу, что есть какие-то трудности с софтом и периодически с каким-то софтом он не очень дружит. В телефон можно вставить две сим-карты и нет возможности добавить сюда карты памяти. Для кого-то это критично, для меня не очень критично. Две карты памяти я никогда вообще не использую, хотя понимаю, что есть большое количество людей, которым это важно. Я помню, у меня есть друзья, которые хотят купить именно телефон с двумя сим-картами. Поэтому, ну вот, единственное, что с айфоном мне очень понятно, сделают ли когда-нибудь двухсимочный айфон или не сделают. Мне кажется, что нет, но кто знает. Немножко поговорим про оболочку, потому что, ну раз я начал говорить про быстродействие, собственно, это и есть оболочка. Здесь стоит последний Android 8.1, вообще Huawei, я бы сказал, та компания, которая в целом достаточно быстро обновляет свои телефоны. Тот же самый Samsung, например, поступает гораздо более долго. Не знаю почему, может потому что много больше моделей или просто более неповоротливая компания, большая неповоротливая компания, поэтому так и происходит. Но в любом случае на Huawei стоит последний Android. И я думаю, что совсем скоро можно будет туда воткнуть и Android P. Например, хотя кто знает. Вообще, сама оболочка от Huawei мне нравится. Мне кажется, что она достаточно удобная. В ней есть много настроек, в ней можно, слава богу, то, за что я люблю телефоны, когда это есть. Есть настройка масштаба рабочего экрана. Но, единственное, мне кажется, что в этом телефоне не так много настроек, как в Mate 10. То есть, например, я вот сейчас еще раз смотрю, я не нашел кнопочку, которая дает возможность опускать шторку. То есть, это есть в Mate 10, и этого здесь нет. Возможно, это реализовано как-то иначе, но вообще, может быть, там жестное, например, движение. Здесь, например, нету темной темы, которая мне очень сильно понравилась в Mate 10, а здесь ее, например, нету. И вот так вот по мелочам находятся какие-то вещи, которыми ты пользовался в Mate 10, а здесь почему-то их не интегрировали. Мне сложно ответить на вопрос, почему здесь нет черной темы, так же, как сложно ответить, наверное, на вопрос Вилсакову, почему в iPhone до сих пор нету темной темы. Но ее нету, здесь ее нет тоже. А в Mate 10 она есть. Также есть еще одна вещь, которая мне очень сильно не нравится. Регулярно, когда я набираю текст, и с другими телефонами у меня такого никогда не было, регулярно, когда я набираю текст, я попадаю вот в эту центральную клавишу, которая делает возвращение домой. То есть сворачивание всех приложений. Очень небольшое расстояние от пробела на клавиатуре до этой клавиши. Я регулярно, по несколько раз в день, это 100%, когда набираю текст, попадаю на эту клавишу. Меня это бесит дико, я ничего с этим поделать не могу. Я вроде как этот вопрос контролирую, да, но когда ты начинаешь все-таки печатать, ты печатаешь быстро, и раз, все равно ты нажимаешь. Вроде как вернулся обратно, опять печатаешь, бац, опять нажимаешь. То есть это очень неудобно, но с этим придется свыкнуться, я не представляю, как этот вопрос можно было бы решить. Ну а так в целом все работает достаточно шустро. Так же, как и на Mate 10, в телефоне можно делать разделение экрана на две части, таким образом, чтобы сверху вы, например, смотрели YouTube, а снизу чем-то занимались. Например, переписывались там в Telegram или WhatsApp или еще. Короче, разделение экрана, это вещь достаточно удобная. На нее я обращаю внимание, потому что, а, как минимум, ее нет в iPhone, а как максимум, это реально полезная вещь. Что касается нагревания телефона. Да, телефон периодически нагревается. Он не так нагревается, как S9, например, опять же, но он нагревается, это факт. Ощущал ли я, что он от этого подтормаживает? Ну нет, иногда есть, иногда только возникает какой-то фриз, может быть, случайно, с уведомлениями или еще что-то. Но в целом вопросов каких-то к телефону, связанных с неудобством, нет, такого нет. Кстати, друзья, сегодня я неоднократно вам рассказывал и сравнивал с Mate 10, телефон P20. Внизу есть ссылочка, посмотрите. Я делал, во-первых, свой большой обзор Mate 10, а во-вторых, я его сравнивал с Galaxy Note 8. Посмотрите оба этих видео, мне кажется, они очень полезные, очень обширные, там много информации. И я думаю, что она вам тоже будет не лишней. Давайте поговорим про аккумулятор, он 3400 мАч, и мне его работы не очень хватает, честно говоря. То есть она 100% лучше, чем, например, Galaxy S9, это 100%. S9 вообще умирает в течение дня, и ты его по несколько раз даже подзаряжаешь. Мало того, я, например, тут его вчера пытался зарядить от Dash Charge, это от OnePlus официальной зарядки, и он очень плохо от нее заряжается. 30 минут пролежал, зарядился на 10%. Меня это очень расстроило, потому что я убегал, и прямо мне это было очень неудобно. Короче, он работает лучше, чем Galaxy S9, это, наверное, один из конкурентов, так или иначе, да. Но в любом случае это не тот уровень, который бы мне хотелось иметь. То есть телефон все равно умирает. Вот сейчас, например, сейчас 16.09, да, и сейчас у меня осталось 17% на телефоне. Да, 17%, сейчас 16.09. Я его снял с зарядки в 8 утра. Телефон проработал, я сейчас смотрю, всего 7 часов 31 минуту. Из них экран проработал 4 часа. В целом 4 часа для экрана это неплохо. 4 вечера, и телефон умирает. К сожалению, у меня нету родной зарядки, поэтому я не знаю, насколько он быстро заряжается в принципе. Но, по слухам у других обзорщиков, он заряжается достаточно быстро. Что касается динамика, ну давайте прямо сейчас послушаем, как он звучит в сравнении с Galaxy S9. Просто динамик. Вы, наверное, услышите разницу. Это P20. И это Samsung. Samsung, очевидно, громче играет. Сверху есть пищалочка. И Huawei нету сверху пищалочки. То есть звук здесь у Samsung получше. Давайте послушаем беспроводные наушники. Как в беспроводных наушниках традиционно я использую свои Meizu IP52. Опять начнем с S9. В наушниках, знаете, прямо тихо, я бы сказал. То есть в разы, прямо в разы этот телефон тише, чем Galaxy S9. П20 тише, чем Galaxy S9. Имейте в виду. Если у вас будут наушники, ну типа AirPods, и вы будете ехать в метро, скорее всего, вам будет очень проблематично слушать музыку. Кстати, что касается наушников от Meizu, то я их всегда использую, потому что мне нравится их звучание. Есть обзор мой, я находился на острове в Бали. Вот тут внизу будет ссылочка. Посмотрите, обязательно хорошие, интересные беспроводные наушники, которые стоят приемлемых денег. В районе 3-4 тысяч рублей, а вроде как можно даже купить и меньше, тысячи за две там с лишним. Я, знаете, сейчас на секундочку взял iPhone и взял Huawei, и я iPhone так вот не держал. iPhone я обычно держу в чехле, и поэтому у меня не было сейчас ощущения, что они настолько похожи. Но они настолько похожи, прямо очень сильно похожи. И снизу, и сбоку, и сверху, прямо очень. Еще очень важный момент в том, что этот телефон пыли и влага не защищен. То есть, ну, возможно, брызги, да, но в целом тут нет ни IP68, ни IP67, то есть ни в коем случае его ронять никуда не надо, друзья. Его просто ронять нельзя, и в воду его, естественно, ронять тоже не надо, иначе попрощайтесь со своим очень красивым девайсом. Если сравнить экраны с Samsung'овскими S9, здесь Super AMOLED, а здесь IPS-матрица. Я могу сказать, что эта IPS-матрица очень-очень приличная. Мне нравится, как она светит. И, кстати, белый цвет на ней гораздо более белый, чем на Samsung'е. Samsung, как всегда, розовит. Не синий вид, да, розовит. Уровень яркости примерно один и тот же, но я могу точно сказать, что под углом, вот здесь, по крайней мере, на солнце, Samsung P20 уже начинает пропадать. Samsung есть, P20 уже пропадает. Осталось поговорить, наверное, про камеру, потому что, ну, это, наверное, основной вообще акцент был. P20 камера. Значит, есть еще раз напомню, что вариант с тремя камерами. Это P20 Pro, и надеюсь, что он у нее появится. Там есть сенсор на 40 мегапикселей и трехкратный оптический зум и пятикратный гибридный зум. Здесь такого нет. Честно говоря, здесь много чего нет, потому что тут двойная камера, но тут даже оптического зума нет. Здесь есть цифровой оптический зум, что это не то, да? Здесь один модуль на 12 мегапикселей и второй модуль на 20 мегапикселей. Насколько я понимаю, он черно-белый, а основной модуль на 1.8 апертура и черно-белый на 1.6. Главная фишка этого устройства, главная фишка камеры в том, что здесь есть некий искусственный интеллект. То есть при ситуации, когда вы наводите телефон, например, но сейчас правда нет, а если бы, например, был закат, он бы понял, что это закат, и он говорит, что это закат, и раз подстроил камеру, и закат выглядит красивее. Мы ходили на салют 9 мая, и я параллельно фотографировал, я параллельно делал фотографии на S9 и на P20, и там видно, как прямо, да, это работает. Есть ситуации, в которых не очень красиво все получается. Ну, давайте я для того, чтобы рассказать вам лучше про камеру, мы сейчас переместимся к моему ноутбуку, и там я вам расскажу ощущения о фотографиях в сравнении с Galaxy S9 и в сравнении с другими телефонами. Вообще, про камеру P20 можно много всего рассказать, и я сделаю специальное большое видео, посвященное сравнению камеры P20 возможностей и Galaxy S9. В каких-то моментах я буду подключать iPhone X, потому что в S9 нету портретного режима. Ну, а сейчас я хочу обратить ваше внимание на основные моменты, в том числе и связанные с искусственным интеллектом, потому что на P20 есть искусственный интеллект, который помогает подстраивать камеру для того, чтобы фотографии получились более яркими. Вот примеры. Можно увидеть здесь. Я все фотографировал в авторежиме, но здесь видно, что гораздо более ярко получилось на P20, и S9 сделал, ну, по сути, просто обычную фотографию. Вот еще пример работы искусственного интеллекта. Видно, насколько фотография просто преобразилась. Автоматика выбрала режим закат, и получилась очень красивая фотография. На S9 получилась очень посредственная фотография. Давайте теперь сравним портретный режим P20 и iPhone X. У Samsung нет портретного режима только на S9+. В целом, я бы сказал, что на iPhone фотография выглядит гораздо поприкольнее, гораздо пофактурнее, и обработка самого объекта на iPhone гораздо более точная, чем вот тут края на P20 очень сильно съедены. И здесь пересвет по краям, а здесь на iPhone все хорошо. В P20 большое внимание уделено ночной съемке, посмотрите. По сути, если фотографировать в обычном режиме, то в данном случае S9, наверное, выглядит поинтереснее. Он и цвет перенял, а здесь все достаточно серое на P20. Но здесь есть режим ночной. Посмотрите, во что превратится фотография после включения ночного режима. Опа! И совершенно другое дело. В ночном режиме фотография снимается целых 4 секунды, увеличивается выдержка, и в итоге получается вот такое интересное осветление всего, что здесь на Samsung темно. И с детализацией в итоге тоже все неплохо на P20. Мало того, ночной режим позволяет длинную выдержку фотографировать с рук. Обычно такая фотография вся размазанная получается. Теперь просто фото в помещении. На фотографии Samsung есть вот все-таки небольшой перешарап, поэтому края у кожи более грубые на P20 все-таки приятнее выглядит. Картинка как ни крути. Немножко поговорим про селфи. Селфи с фотографией против солнца. Достаточно сложный вариант. По детализации чуть-чуть интереснее Samsung, потому что он сделал экспозицию поменьше. Ну и в целом, наверное, фотографии на Samsung все-таки получше, потому что здесь нет такого пересвета, как на P20. Вот как это происходит. Вы приходите фотографировать фейерверк, наводите камеру. Здесь включается в режиме авто режим фейерверк. И в итоге фотография получается очень красивой. Посмотрите. На Samsung фотография выглядит вот так. Ну, как обычное фото. Здесь на P20 видно, что для фотографии применен специальный сценарий, который просто вытянул очень многие цвета. И сделал эту фотографию очень симпатичной по сравнению с Samsung. Ну и вот фотография еще одного ночного режима. Да, безусловно, P20 вытягивает очень многие вещи, которые не вытягивает Samsung. Смотрите. Здесь видна вся реклама. Здесь ничего не видно. Полный засвет. Но при этом здесь фотография немножко все-таки потемнее, чем на Samsung. Но и красивее при этом. Давайте теперь немножко про видео. Есть специальный режим Super Slow Mo 960 кадров в секунду. Давайте посмотрим, как он работает на Samsung и на P20. В данном случае я бы сказал, что Samsung выглядит все-таки получше. Детализация картинки гораздо посимпатичнее, чем на Huawei. Ну и видео в целом, наверное, на Samsung все-таки выглядит получше. Более яркая, более светлая картинка получается. Чуть лучше детализация на Samsung на видео. Что касается стабилизации, то увидите, я бы сказал, что оба телефона очень хорошо отрабатывают стабилизацию. Сейчас я побегу. И в беге, наверное, Samsung был чуть похуже, Huawei чуть поплавнее. Ну что, друзья, вы видите, будущее за искусственным интеллектом, это точно. Вы делаете фотографию, к ней добавляется сразу же обработка, и у тебя готовая фотка. Тебе ее не надо крутить. Для большинства людей, для 99% людей, которые делают просто фотографию, это очень хороший вариант. Сфоткал и выложил сразу в Instagram красивую, яркую, сочную фотографию. Кстати, печально, что когда меньше 15% остается, вспышка уже не работает. Это, мне кажется, такое плохое ограничение. Пускай оно будет лучше на 5% или на 10%, или хотя бы это можно было бы как-то редактировать. Это было бы, мне кажется, прикольно. 15% и вспышка не работает, это неудобно. Все, сейчас говорим про стоимость телефона на российском рынке. Я традиционно захожу на Яндекс.Маркет. Итак, сегодня 18 мая, и на данный момент телефон в Российской Федерации в компании МТС, собственно, и в других, в Билайнах и всем остальном, стоит 44,990. Это официальная цена. Самая дешевая неофициальная цена это 37,700. Это, соответственно, серый телефончик. Если сравнить с основным конкурентом Galaxy S9, то он стоит 59,990. То есть, 60,000 рублей в Евросети стоит Samsung. Если брать неофициальные цены, то это 42,000, 43,000. Кстати, как всегда, напоминаю вам о том, что у меня есть друзья, компания Mobile Boutique, которая продает телефоны. Внизу будет ссылочка. Там всегда очень приятные цены. Плюс там есть промокод. Скажете, что DJ Phil, и вам обязательно сделают какой-то подарочек. Вот у них всегда цены очень приятные. И Samsung, и iPhone можно купить по практически самым недорогим ценам в Санкт-Петербурге. Так что загляните к ним обязательно, перед тем, как вы соберетесь покупать какой-либо телефон. Сравните, что там есть. Кстати, вот за время нашего с вами теста разрядился телефон. Было 17%, осталось 2%. Видимо, стоит ему сказать пока, дружок. Пока. Короче, финальные слова. P20. Как это может быть не прискорбно и для Samsung, и для iPhone, но P20 на данный момент очень-очень крут. Есть, конечно же, свои минусы. Да, где-то там в портретном режиме он не дотягивает. Но вообще фотографии за счет вот этого искусственного интеллекта работают хорошо. По цене тоже все хорошо. 44 официальная цена для флагмана. Это очень-очень приятные деньги. Стекло выглядит классно. Работает. Да все-все-все в нем хорошо. За исключением каких-то минусов, типа отсутствия влагозащиты, или отсутствия аудиоджека, или невозможности засунуть сюда карточку SD. Спасибо большое Huawei Russia за то, что дали возможность мне потестировать его. Надеюсь, что и P20 Pro у меня появится, и я вам, соответственно, о нем расскажу. Спасибо большое сейчас за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно вам окажется полезно. Ставьте лайк, если понравилось. Если не понравилось, то тоже ставьте лайк и комментируйте, потому что наверняка я какие-то моменты упустил, не сказал. И для будущих моих видео это будет полезно. В общем, друзья, большое спасибо. Увидимся в следующих видосах. Это был Честный Блог. Меня зовут Фил. Пока.